Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный встретился с президентом и генеральным директором компании «Руститан» Алексеем Ткачуком и Алексеем Новиковым. Во время рабочей встречи стороны обсудили детали стратегического проекта по выходу к Баренцеву морю на Северный морской путь. Для нашего округа участие в межрегиональном сотрудничестве с компанией «Руститан» и корпорацией «Айон» – рывок к уверенному развитию. У консорциума стратегические цели – освоение минерально-сырьевой базы в интересах обеспечения отечественной промышленности, товарной продукции высоких пределов на основе титанового и кварцевого сырья. Цель создания консорциума – это освоение мегапроектов в арктической зоне. Мегапроект раскладывается на три крупных инфраструктурных проекта. Это освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, транспортный коридор Сосногорска-Индиго и морской порт Индиго. «Руститан» разрабатывает добычу металлов и руд в Верхнепижемском участке, расположенном в Уссилемском районе Республики Коми. Отметим, Верхнепижемский лицензионный участок, расположенный на территории пижемского месторождения «Титана», является крупнейшим в мире по ресурсам титановой руды и кварцевых песков, с запасом около 2,5 миллиардов тонн титановой руды и более миллиарда тонн кварцевых песков. По железной дороге из Сосногорска в Индиго и будет доставляться добытое на месторождении сырье для дальнейшей транспортировки на экспорт по всему миру. Разработка предпроектной документации по строительству железной дороги Сосногорск-Индиго уже завершена. Общая протяженность трассы составляет 560 километров. Из них 384 километра идет по Республике Коми и 176 километров по Ненецкому автономному округу. Говоря о Ненецком автономном округе, трасса проходит в муниципальном районе Заполярный район. Железная дорога будет иметь 7 раздельных пунктов станции, 51 искусственное сооружение, в том числе 23 мостовых. Предполагаемое количество персонала на участке в Ненецком автономном округе – 580 человек. Мы считаем, что этот проект способен вдохнуть просто жизнь в западный тиман. Это позволит не только проложить железную дорогу, это позволит, собственно говоря, подтянуть все коммуникации. Это эксплуатационная дорога рядом, это линия связи, это электроэнергетика. Поэтому мы очень заинтересованы в партнерстве. Глава региона предложил руководителям компании приехать в Ненецкий автономный округ и представить проект с жителем. Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая представить предложение по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря в районе Индиги. Продолжение следует...